Это не коррупционный протокол, это административный протокол, административного порушения. Вопрос заключается в том, что у моей жены есть 2 гектара земли ОСГ, это для ведения сельхозпроизводства. Эта земля находится в селе Еремеевка, Розелянского района, в том селе, где я когда-то родился, жил и работал председателем колхоза. То, что на жена имела, на нее было оформлено 2 гектара земли для сельхозпроизводства. Это было сделано в связи с тем, что сын занимался когда-то там сельхозпроизводством, у него были в аренде земли и так дальше, шли там оформления. И он оформил эту землю 2 гектара на свою маму, на мою жену, на Татьяну Ивановну. Поэтому это было давно, это было, по-моему, в 13-м или раньше, где-то в годах. И об этом мне никто не ставил известность, в принципе, никто никогда эту землю не обрабатывал, никто этой землей не занимался. Если честно, я думаю, что ни жена, ни я даже не знаем, где эта земля находится, на каком поле. Потом, когда, я никогда эту землю не показывал в декларациях, ни один год, я всю свою собственность, я показывал, сколько лет, сколько я здесь работаю. А потом, когда Е-декларации мы заполняли, стало известно о том, что на жену есть оформлена эта земля. Я сразу же начал вносить исправление в Е-декларацию, когда я узнал об этой земле. Но сама система не приняла это изменение, но как черновик, это сегодня есть в декларации, в единой декларации, ну, скажем, в государственной декларации. Поэтому, вот все, что, в принципе, я могу сказать. Но это еще надо доказывать, является ли это административным нарушением. Потому что, для того, чтобы это было административным нарушением, первое, это должно быть доказано то, что я знал об этой земле. Второе, это должна быть цена, которая должна быть больше, чем, по-моему, 10 минимальных окладов. Если, я не помню, 100, да, по-моему, 100 минимальных окладов. Если, я точно не могу цепь сказать, ну, где-то так. Но если эта цена не является больше этих минимальных окладов, она не является, это не является административным нарушением. Насколько я знаю, и эта земля оценена, и я узнавал у сына, и есть эта оценка земли, эта оценка даже наполовину не имеет цены для того, чтобы был даже административный протокол по нарушению, по административным нарушениям. Ну, все-таки я бы хотела уточнить, почему вы не смогли внести ее в декларацию, почему не принимала программа, плохо была разработана. Я знаю, что многие жалуются на то, что... Потому что я поздно узнал. Я заполнил декларацию. Изначально. А потом, когда я узнал об этом, что у меня, у моей жены есть эта земля в селе, ну, понимаете, это не та земля, которую можно сегодня как-то использовать. Это не та земля, где-то сегодня можно там строить и так дальше. Это земля сельхоз назначения. Когда-то в селе давали паи, когда-то в селе давали всем жителям сел. Мы жили в этом селе, мы там, ну, и много лет мы там жили. Поэтому, как-то это дело было упущено о том, что есть такие два гектара сельхозназначения, сельхозпроизводства, вернее, в селе Еремеевка, Разделянского района. Дальнейшее действие этого протокола, его передадут в суд? Суд, его передали в суд. Сейчас в суде. Я интересовался с юристами и так дальше. И суд, конечно, будет определять, является ли это административное нарушение или нет. Если суд докажет, что это административное нарушение, я заплачу штраф. А если не докажет, значит, оно просто, этот протокол не будет приниматься к рассмотрению. Потому что, как мне, скажем, юристы дали заключение о том, что это не должно являться административным нарушением. Суд, это южный суд? Да, южный суд по месту моей работы. Есть информация, что у вас не один такой протокол. Это правда или нет? Нет, у меня есть только один протокол. На сегодняшний день один протокол по этому праву, не право, а административное нарушение. Но оно, в принципе, не влияет на сегодняшнюю работу. Это не уголовное преступление, это административное нарушение. Административное нарушение может быть признано судом. Понимаете, сегодня можно сделать административные нарушения и правила уличного движения нарушения. Это тоже административное нарушение. Но я еще раз подчеркиваю, что этот вопрос практически решается и будет иметь решение только суд. Потому что те службы, которые подали этот протокол, не подали в суд. Не они определяют, что это есть нарушение. Это нельзя сказать, что это есть нарушение. Потому что есть нарушение или нет нарушения, определит только суд. Продолжение следует...